Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Это программа «Блеск умом» и с вами Юлия Барбакова. Сегодня у нас в гостях коллектив 3 канала Тува24. Давайте поприветствуем команду под номером 1. Телеведущая Инна Клаян и монтажер Азамат Очур. Я вам поапортирую. Так, команда под номером 2. Алтынгэз Буян и Сайгэн Бюрбю. Тоже телеведущий телеканала Тува24. Знаете, очень страшно вести что-либо перед телеведущими, поэтому я постараюсь. Ну что, дорогие друзья, как всегда, мы начинаем нашу программу «Знакомство». Пожалуйста, расскажите немножко о себе. Инна, вы у нас уже во второй раз. Наш незаменимый гость. Что сказать? Что сказать? Сколько у вас зубов? 32. 32. Спасибо. Азамат Очур, монтажер, телеканал. Спасибо. Аллана Козбуян, ведущая новостей. Программ некоторых. Скромно. Сагин Барвю родился в 1972 году мужского повода. Так, спасибо. Ну что вы так скромно все представились? На самом деле, это самые крутые ребята, которые доводят для вас информацию. Поэтому низкий вам поклон, наши любимые журналисты и монтажеры. Ну что, все вы знаете правила, наверное, да? У нас три раунда будет. Первый раунд таков. Я считаю вопросы. У каждой команды пять вопросов. На один вопрос вам нужно ответить в течение пяти секунд. Правила ясны? Ну что, начнем с первой команды, да? Итак, вопрос. Подождите, вопрос порин. Ну что, это хорошее начало. Так я выиграла. А вы выиграли? Проигравшие первое отвечает. Нет, нет, нет. Выигравшие, да? Хорошо, давайте. Блин, я наступил. Итак, вопрос первый. Столица Испании. Подожди, Аргентина. Подожди, сейчас. Эта программа июля ждет. А Реал Мадрид. Итак, ваш окончательный ответ. Азамат, помоги. Реал Мадрид. К сожалению, Инна, это правильный ответ. Итак, вопрос второй. Сколько лет длилась Столетняя война? Столетняя война. Кстати, да, было бы логично ответить Столет. Давайте вспомним урок истории, да? Который я не посещал. Меня уволят. Итак, ваш ответ. Есть предположение? Совсем? Совсем. Давайте, рандомно, любое число, вдруг вы попадете. Шесть. Шесть. Восемь. Восемь. Итак, ну, тут уже понятно, ответ неправильный. Сто шестнадцать лет длилась Столетняя война. Итак, вопрос третий. С какого элемента начинается таблица Менделеева? С первой. С первой. И по химикам, что было плоховато, да? Подожди, там что-то А было. Это школьные вопросы, да? Да. Нет. Еще раз. Натрий. Натрий. Это ваш окончательный ответ, вы уверены? Нет. Я не помню, правда. Ну, я тогда вас поздравляю с неправильным ответом. Водород. Как звали няню Александра Сергеевича Пушкина? Арина. Это вопрос я помню. Он, по-моему, был. Алина? Алина? Нет. Алина. Арина? Арина. Анюта. А Анна, да? Алина. Итак, друзья, ваш ответ? Алина. Нарине, Нарина. Нарине. Нарина. Итак, я не поняла ваш ответ. Давайте. Нарина. Нарина. Ну, пусть будет Нарина. На-ри-на. Вы были близки к ответу. Арина ее звали. Не Нарина, не Нарине, а Арина Родионовна. Ну и что? Последний вопрос. В каком году началась Первая мировая война? Блин. Совсем Первая? Совсем, совсем Первая. Кажется, с историей было плохо. Плохо. Я не помню. Должен не знаю. Плохо, плохо. Давайте отругаем. У вас есть ответ? В 1914 год. О, а эта команда мне нравится больше. Правильный ответ. Да, действительно. 1914 год. Ну что, спасибо команде под номером 1. Один правильный ответ. Один правильный ответ. Это нормально, хорошо. У нас еще впереди два раунда. Итак, команда под номером 2. В какой стране находится город Порту? Португалия. Португалия. И это правильный ответ. Так, друзья, вопрос следующий. Когда крестили Русь? Год. Я знаю. Ваше время вышло. Нет, нет, нет. Это тысяча какой-то там год. Ну, тысяча точно. Какое году отмечали столетие? И там, друзья, ваш ответ. 1800, пускай будет 16-й. 14-й или 74-й? 18-16. Тысяча, тысяча шестнадцатый или тысяча? Тысяча четырнадцатый или тысяча шестнадцатый. Вы чуть-чуть перепутали. Это разные даты. Крестили Русь в девятьсот восемьдесят восьмом году. Перебор. Итак. Перебор. Как называется наука о растениях? Биология? Флористика. Биология, флористика. Ваш общий ответ? Нет, подожди, подожди. Фауна и флора, флористика. Флористика, да, ответ. Ну, флора, флора, флора. Флора, фауна. Что-то такое. Флора, фауна. Растения, ну, биология. Нет, не биология. Ну, в биологии в начальных классах там растения изучают. Фауна, это... Флора. 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 Красивое слово, флористика на самом деле, но правильно. Ответ, ботаника. Ботаника. Вот, вот, что значит, да, чем дальше от школы. Сколько падежей в тувинском языке? О, ну это вы знаете. Иван родил девчонку. Это русский. Десять падежей. Десять падежей. Сейчас, сейчас, Андрей. Это я последний раз. В русском точно шесть. Я до четвертого класса учился только на семейной школе. После этого уехал. Люди уже начали оправдываться, да, если вдруг... Отвечет неправильно. В русском шесть. В тувинском? Семь падежей, по-моему. Семь падежей, по-моему. Чуть больше, чем... Вы уверены в своем ответе? Так, в русском сколько? Семь падежей в русском? В русском шесть. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Пеленку. Значит, семь. Семь. Мне кажется, что на один падеж больше, по-моему, в тувинском языке. Может, на два. На один. На один. Правильный ответ. Семь падежей у нас в тувинском языке. Итак. Все-таки отмоги его падежей. Отменили крепостное право. 1878, по-моему. Это Александр. Шестой. Нет, нет. 1876, да. 1870. Александр I, по-моему, потом его взорвали. Итак. 1878. 1878, пускай будет. 1878. 1878, восьмой. Ваш общий ответ. 1878. Давайте, ладно, восьмой. 1878, положимся, да. Ну, ну, зачем же вы доверились? Не надо было. А вот сейчас что? Ей не надо было ей тоже доверять. Правильно. Ответ 1861. 1861. Ну что, дорогие друзья, наш первый. Ну, хоть с веком не ошиблись. Ну, хоть с веком не ошиблись. И с десятилетием чуть-чуть, да, ушли. Ну что, дорогие друзья, первый раунд завершен. У первой команды один балл, у второй команды два балла. Мы переходим ко второму раунду. Давайте поаплодируем. Разрешен. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, кто там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал заходим. Зашибись. Всем привет! Меня зовут Эмина. Я знаю, как провести идеальный вечер. В понедельник я смотрю вечернюю Туву, где Юля Барбаков знакомится и общается с интересными людьми Тувы. А в четверг я за звездными гостями блещем умом, разгадывая загадки ведущих. Вот тебе расписание на идеальный вечер. Ну что, дорогие наши телезрители, это программа «Блеск умом». Мы начинаем второй раунд. У вас будет по два вопроса каждой команде. Вопросы будут немножко длинные. На ответ вам дается 30 секунд. Условия ясны? Итак, вопрос первый. Недалеко от столицы этой страны возвышается монумент, установленный в честь географической широты, давшей имя всей стране. Назовите эту страну. Не смотри на меня так. Тут ответ не просвечивается. Это вопрос, да? Инна ждет простой вопрос. Вы можете пообсуждать. Ну что? Ну что? От столицы этой страны монумент. У вас есть ответ? А где вариант ответов? Вариант ответов у нас, к сожалению, нет. Почему? Итак, друзья, ваш ответ. Пас. Пас. Я правда. Вопрос снимается. Может быть, у вас есть ответ. Но если вы даже ответите правильно, балл вам не будет засчитываться. Монумент. Монумент. Это может быть статуя. Хоть что, да? В столице Соединенных Штатов есть монумент. Ну, давайте я вас не буду мучать. Правильный ответ. Эквадор. Итак, вопрос второй. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел. Какая-то ринец. Ну, ладно. Христианика. Две цифры, да? Да, две цифры. Так, еще раз вопрос. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв, составляющих название каждого из этих чисел. О, замат в такой потерянное лицо. Зачем я сюда пришел? Ну что, ваш ответ. Три-два. Три-два. Я доверюсь своему коллегу. У вас есть предположение? Одиннадцать. Одиннадцать. У меня это тоже в голове было, но... Не знаю. Кажется, вы чуть-чуть не поняли вопрос. Давайте, если я скажу правильный ответ, вы тогда додумаетесь. Сто... Смотрите, три цифры. Угу. Сто и три цифры. Сто... Три буквы и три цифры. Триста. И миллион. Вопрос первый. Назовите пять дней недели, не повторяя, ни понедельника, ни вторника, ни следы, ни четверга, ни пятницы, ни субботы, ни воскресенья. Понедельник, вторник, среда, ни четверг, ни пятницы. Не повторяя, да? Не повторяя. Не повторяя. Я, кажется... Наоборот, типа... Неделя. Неделя. Пять дней недели вам нужно... А, пять дней недели называть. Можешь я скажу? К сожалению, нет. Почему? Пятник, четверг, среда, вторник, понедельник. Ну что, это ваш ответ, да? Ну, примерно, да. Будний. Будний есть ответ еще. Позавчера. А, позавчера. 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 Сегодня, завтра и послезавтра. Инна, вы знали ответ, да? Почему они нам не попались? Нужно было встать сюда. Ползут три черепахи. Первая черепаха говорит, за мной ползут две черепахи. Вторая черепаха говорит, за мной ползет одна черепаха. И передо мной ползет одна черепаха. А третья черепаха, передо мной ползут две черепахи. И за мной ползет одна черепаха. Как такое может быть? Они идут по кругу? По кругу. А кто писал сценарий? Точно. Писал вопросы. Точно, не я. Да, по кругу, скорее всего. По кругу. Вы уверены в своем ответе? Ну да. По кругу. По кругу. Они, получается, если по кругу идут, то третий, видна первая, вторая. Может, у них вот так вот эти обзоры не работают? Не знаю. Все не так плохо, друзья. Это правильный ответ. Нет, я вас поздравляю, как я долго не слышала. Именно этот вопрос мы, наверное, не ждали. Ну что, дорогие друзья, второй раунд завершен. Мы переходим к третьему раунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие наши телезрители, это финал у нас борются телеведущие и монтажеры за звание самых умных, умных, умных людей на этой планете. Итак, раунд третий. Здесь очень важна ваша реакция. Быстро там. Итак, когда я читаю вопрос, команда, которая быстрее нажала на нашу невидимую кнопку и крикнула «Тудум!» отвечает на данный вопрос. «Тудум!» Очень важно «Тудум!» Очень важно. Это наша традиция, нашего выпуска, нашей программы. Это Блиц, да? Да, да. Давайте я вам напомню. У первой команды получается баллов у нас один. У второй команды три. Ну что, у вас есть шанс догнать? Может, нету? Мы, мы, сила. Ну что, вопрос первый. В каком океане расположена глубочайшая впадина? Атлантическая. Ой, Тудум. Тудум? Атлантическая. Есть еще предположение? О, индийском. Тудум? Индийском. Тудум? Тихий океан. Ой. Где же это? Это Марианская. Итак, ну, давайте вопрос снимается. Вы уже отвечали, получается. Атлантический, точно. Атлантический, да? Атлантический. Вопрос, друзья, снимается. Правильный ответ тихий. У меня аж самой страшно стало что-то. Самая длинная река в мире. Тудум? Нил? Нил. А, это... Амазонка. Тудум. Подожди. Сейчас, я не... Ну что, давайте... Оп. Есть еще ответы? Амазонка. Амазонка. И это правильный ответ. Итак, друзья, вопрос следующий. Сколько дней в високосном году? Тудум. Треста шестьдесят... Тудум. Треста шестьдесят... Пять. Пять. 29 февраля. Перечислите, пожалуйста, все естественные спутники Земли. Дум. Тудум. Один. Луна. Это правильный ответ. Я даже не успела понять вопрос. Сколько букв в английском алфавите? Тудум. 29. 29. 29. Принимаю еще один ответ. Во французском, 31. 28. 28. Итак, друзья, вопрос снимается. Правильный ответ 26. Итак, самая высокая гора в мире. Тудум. Тудум. Эверест. Эверест. Это правильный ответ. Вы умеете говорить. Ну что, дорогие друзья, это был последний вопрос. Мы переходим к церемонии награждения. Не переключайтесь. Вот и настал тот самый момент, когда мы узнаем имена победителей, которые дрались за звание самых умных людей в нашей студии. И безоговорочно, с большим отрывом. У нас такого еще не было. Последние три выпуска у нас была победа общая. Поздравляю команду под номером один или же два. Команда под номером два. Поздравляю вас с победой. Ну что, передай вам наш приз. Ну что, дорогие наши телезрители, вот и подошла к концу наша программа «Блеск умом». С вами была Юлия Барбакова и прекрасный коллектив телеканала Тува-24. Субтитры делал DimaTorzok